Эти места не знают как свои пять пальцев, поэтому маршруту начинающие орнитологи вместе с педагогами ходили не раз. Это уже четвертая экспедиция, которая прошла при поддержке «Газпромдобычи Ямбург» в рамках пятилетней программы исследований. Если предыдущие три экспедиции были как бы рекогностировочными, то вот эта четвертая экспедиция была направлена более специализированной, конкретные цели у нее были. Мы сузили свои интересы до определенного числа видов, то есть нас конкретно интересовали шесть видов птиц. Большая часть из них это редкие охраняемые виды, включенные в Красную книгу России и Красную книгу ЮНАО. К ним относились Сапсан, Сокол Сапсан, Сокол Кречет, Гусь Пескулька, Краснозобая Казарка, Орлан Белохвост и Ворон. За 12 дней участники экспедиции преодолели более полутора тысяч километров на автомобиле, 100 километров проплыли на лодках и свыше 150-ти прошагали. Юные натуралисты ознакомились с методами полевых исследований и собрали материалы для будущих научных проектов. Во мне где-то в глубине души дух приключений, жажда чего-то нового, нового опыта, получения очень хочется, не хватает в жизни. И в том числе, помимо всего этого, мне хочется расширять свои знания в орнитологической области. На севере Ямбургского месторождения орнитологи посетили места потенциального гнездования Сокола Сапсана. Подсчитали краснокнижных гусей и провели наблюдение за гнездом кречета, пока единственным местом гнездования этого редкого сокола на территории месторождения. Многие годы птицы безбоязненно селятся вблизи производственных объектов общества и выводят потомство. Это говорит о том, что у птиц и газодобытчиков вполне доверительные отношения. Сапсаны адаптировались к гнездованию в непосредственной близости от кустов скважин, от производственных территорий. Буквально там от промысловых автодорог в 200 метрах есть такие пары, которые адаптировались. И у них немножко поменялось поведение в том плане, что они, например, менее активно реагируют на присутствие человека. Поднимаются гнезда при непосредственном только приближении к гнезду, а так они привыкли уже к этому фактору беспокойства до определенной степени. Еще одна важная задача экспедиции – обследование гнездовью вороном. Ворон – основной поставщик гнезд для кречета и в этом отношении полезен. Алихан Алиханов два года занимается изучением этого вида птиц и знает о них практически все. Даже выступал собственным проектом на слушаниях Вернацкого. Вообще все птицы интересны, но так как моя тема – ворон, я считаю, что эта птица самая умная, хитрая, можно так сказать, и подстраивается под свои интересы, свое направление жизни. Кольцевание сапсанов – очередная цель экспедиции. Индивидуальные номера в этот раз получили 16 птенцов. Кольцевание или мечение – это когда отловленные птицы на лапу надевается кольцо с определенным буквенным и цифровым кодом. Эти данные заносятся в общую базу. Таким образом, кольцо – своеобразный паспорт, по которому в дальнейшем ученые определяют возраст и миграцию пернатых. Кольца эти очень легкие, во-первых, часть из них выполнена из пластика, часть из алюминия. Алюминий – легкий металл, теплоемкий, он не создает при низких температурах дискомфорта птицам, ну и вообще каких-то серьезных последствий для птиц в результате кольцевания не зарегистрировано. Поэтому этот способ используется уже орнитологами более ста лет. Каждая проведенная совместно с «Газпромдобычей Ямбург» экспедиция – это важные открытия, увлекательные учебные фильмы и бесценный опыт для детей, любящих северную природу. Впереди у участников анализ собранного материала, подготовка исследовательских работ и проведение фотовыставок, в которых отразится уникальный дикий мир Ямбургской тундры.